Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. И сегодня снова поговорим о новинках косметического рынка и о том, стоит ли их покупать. Стоит ли за ними гоняться, стоит ли на них копить, стоит ли их ждать или... Ну их всех нафиг, пусть они там варятся и даже не мечтают получить наши денежки. Начнем как раз со всякой фигни, ну как мне, по крайней мере, кажется, что фигни. Во-первых, MAC выпустили новые оттенки своих знаменитых кремовых теней, пейнт-потов. Это такой культовый достаточно продукт, который многие люди используют в качестве базы под тени. И я так понимаю, что там довольно много было изначально оттенков, но сейчас MAC решили расширить эту линейку и выпустить такие красивые. Вы посмотрите, какие цвета, какие оттенки, какие переливы, какой дуохром. Вообще прекрасно все это выглядит до тех пор, пока вы не посмотрите на сводчи. Я, конечно, понимаю, что кто-то здесь очень сильно старался плохо сфотографировать. Так же, как на предыдущем фото кто-то очень сильно старался хорошо сфотографировать. Но что-то это вообще небо и земля. Как это будет выглядеть в реальности науки неизвестно, но я совершенно точно пропускаю этот релиз, потому что даже классический этот оригинальный пейнт-пот в оттенке пейнтерли, розовый, по-моему, пейнтерли, софт, блин, подождите, охра, по-моему, была желтоватая база под тени, а пейнтерли это был такой розоватый оттенок. В общем, тот, который мне подходил по цвету, в качестве базы на мне работал просто ужасно. Не держалось вообще ничего, все скатывалось, сам этот оттенок скатывался, то, что я на него наносила, скатывалось. В общем, не мой продукт, от слова совсем. Но вот первая картинка, промо-фото, конечно, очень красивая, и цвета такие красивые, само фото классно сделано, но, блин. Мак в своем репертуаре. А вот кто не совсем в своем репертуаре, это Lime Crime. Они выпускают две новые палетки на девять оттенков, и хотя я приветствую формат мини-палеток, я руками и ногами за, но что-то эти какие-то безрадостные. В первую очередь по оформлению, потому что они одновременно напоминают и Revolution, и Narwin, маленькие палетки, и еще черт знает что. Главное, что они не напоминают совершенно сам Lime Crime. Не прослеживается никакая идея, эстетика бренда, не знаю, непонятные мне совершенно. И набор оттенков тоже какой-то странный. Та, которая потемнее, я еще там какую-то хотя бы логику могу усмотреть, а вот та, которая желто-розовая, по-моему, вообще какой-то рандомный набор оттенков, мне совершенно непонятно. И некоторые, судя по своему, очень близкие друг к другу цвета, и, в общем, непонятно, что из этого матовые, что из этого металлики, что из этого сатины, есть ли там вообще какие-то текстуры. А, ну нет, когда приблизишь, немножко есть. Судя по всему, матовые и сатинчики. Я, я пас. Простите меня, я пас. Но еще все грустнее. С подводками от Lime Crime они решили выпустить жидкие лайнеры, то есть в баночки с аппликатором, кисточкой, которая туда макается. Такого плана. Не фломастеры и не карандаши, но эти цвета, эти оттенки, я... У меня просто, честно говоря, слов цензурных нет. В моем детстве было такое выражение, как пыльным мешком стукнутый. Это означало человека, такого заторможенного, такого, который недостаточно быстро реагирует на внешние раздражители. Вот эти вот оттенки лайнера у меня вызывают ассоциацию с этим выражением. Пыльным мешком стукнутые лайнеры. Чего они все такие серые? Чего они все такие невзрачные? Чего они все такие неяркие? Я так давно ищу фиолетовый яркий лайнер, фиолетовую яркую подводку. Lime Crime, что же вы делаете так? Причем самое смешное, что свотчи совершенно откровенно не настоящие, нарисованные на компьютере, но даже они на компьютере не потрудились сделать так, чтобы это выглядело хоть сколько-нибудь привлекательно. Я не знаю, что это такое. Lime Crime всегда славился своими яркими цветами, интересными сочетаниями. В конце концов, это та марка, у которой целый спектр разноцветных красок для волос. И вот такие вот лайнеры. То есть вы все представляете, что вот таким вот пыльно-розовым лайнером будет пользоваться девушка, которая красит волосы в розовый цвет, в ярко-розовый? Я что-то... У меня как-то не вяжется одно с другим совершенно. Huda Beauty перевыпустила свою жидкую тональную основу, которая называется Faux Filter Luminous Matte Foundation. И это как бы давнешний продукт. Пару лет, наверное, уже он на рынке. Но они учли отзывы потребителей и сделали эту тональную основу без отдушки, во-первых, потому что все очень жаловались на то, что страшно вонючая. И, во-вторых, вроде как она должна легче распределяться, не залипать так быстро, не застывать так быстро. Я в любом случае пропускаю, потому что это тональная основа с матовым финишем, с полным покрытием. Это то, что мне совершенно-совершенно, вообще ни разу нифига не нужно. Абсолютно мимо меня первый запуск был, и то, что она теперь без запаха, не сделала ее для меня более привлекательной. Ее, в смысле, тональную основу. Но вообще тенденция послушать, что говорят потребители, и перевыпустить продукт мне нравится. Мне кажется, это очень хорошая практика. Давно бы так, собственно говоря, и другим брендам стоило бы посмотреть и поучиться. Единственный в этом выпуске уходовый продукт или уходовый бренд, это якобы запуск нового бренда уходовой косметики под бренда Hourglass, так сказать, который называться будет Equilibrium. Но знатоки раскопали, что на самом деле два средства этого бренда уже довольно-таки давно существуют на рынке. Просто как-то вышли они, видимо, очень по-тихому, или я не знаю, что там произошло, но вроде как есть какие-то древние обзоры, древние отзывы на эти средства. Я, скорее всего, это дело пропущу просто из-за порядка цифр. Потому что дневной флюид с SPF 30 стоит 105 долларов. Я не знаю, за какой объем, но думаю, что за 30 миллилитров. А серум, который очень странно называется Biomimetic Skin Active Serum. Короче, сыворотка стоит 150 долларов за 28 миллилитров и 240 долларов за 50 миллилитров. Вы меня простите, но я за такие деньги не готовы уход покупать, по крайней мере, пока. Я была бы готова заплатить 240 долларов за 50 миллилитров сыворотки, если бы я вот намазалась с вечера, а с утра проснулась бы, и я выгляжу как Эльфейнинг. Вот свежа и молода как Эльфейнинг, например. А если я проснусь просто собой, то пусть они оставят себе свою сыворотку, а я себе оставлю свои 240 долларов. В общем, что-то непонятное с этой линией косметики. Будут мне еще какие-то продукты или только эти два. Почему они уже давно какое-то время существуют, но никто про них вроде как не знал и не промоутировал, а сейчас вроде как это позиционируется как запуск новой линейки. Мне это непонятно, но в любом случае ценовая категория вне зоны моего комфорта, выше моего, так сказать, болевого порога, поэтому я точно пропускаю. Ну и давайте перейдем к более интересным новинкам. Например, одна из моих любимых марок теней Nomad Cosmetics выпустили новую палетку, которая называется Land of Fire and Ice, то есть земля, льда и пламени, и посвящена она Исландии. К сожалению, меня эта палетка не зацепила, в ней многовато синих и зеленых. Я не то чтобы против этих оттенков в макияже, я на самом деле не против никаких оттенков в макияже, но к таким цветам у меня достаточно редко тянется рука, и при этом у меня достаточно большое их количество. Синих вообще оказалось чуть ли не самое большое количество в моей коллекции, если вот по цветам разложить. Ну нет, наверное, фиолетовых все-таки больше, но синие на втором почетном месте. И непонятно, почему это так, потому что я редко достаточно делаю синие макияжи, но, в общем, да, палетку, которая настолько много в себе синих содержит, я покупать в ближайшее время не планирую. А так, конечно, выглядит симпатично, но я бы предпочла, чтобы Nomad развивались в направлении маленьких палеток, вот у них четверки вышли, мне одна очень понравилась, я ее купила, расковыряла и благополучно испортила два оттенка. Вот если бы они четверок еще выпустили, каких-то новеньких, я была бы просто счастлива. Я вообще обратила внимание, что в последнее время меня тянет исключительно на миниатюрные палетки, четверки, пятерки, максимум шестерки, максимум, вообще самый предел, чего я готова купить, это на 9 оттенков палетка, но при условии только, что она будет очень маленькая, очень компактная. А так я предпочту всегда однушки, конечно же. Новинка, которую не только успели выпустить, но и даже обозреть уже многие блогеры, пока я собиралась снимать это видео, это у марки Селены Гомекс Реер Бьюти вышла новая коллекция, которая состояла из кремовых румян, кремовых теней для глаз и блесков бальзамов, таких гибридных средств. Я так понимаю, что 5 оттенков было у каждого средства, и они были как-то скоординированы по цветам, то есть можно было взять сет, грубо говоря, одной цветовой истории румяна, тени и блеск для губ. И, откровенно говоря, я, наверное, в меньшинстве, мне не понравилась упаковка. Мне нравится, как внутри в самой упаковке сформованы кремовые румяна, как выглядит вот этот вот рефил, но внешне эта упаковка мне не супер понравилась. Я не очень люблю такие гипертрофировано-девчачьи вещи, а вот здесь для меня какая-то ассоциация с туфейс немного была. Что касается блесков и теней, у которых тюбик не просто круглый, не вот просто кругляшок, а одна сторона спрямлена, мне эта идея понравилась, потому что таким образом, когда ты кладешь этот продукт на стол, он тебе точно не укатится. Это как в том анекдоте. Что лежит на столе? Красное и квадратное. Помидор, а почему квадратный? Чтоб не укатился. Так и тут. Но мне эта идея, кстати, очень сильно понравилась. Но обзоры какие-то неутешительные, и марка эта не продается все еще в Европе, поэтому я совершенно со спокойной совестью пропускаю. Тем более, что я даже смотрела-смотрела эти румяна. Меня, конечно, больше всего в этом запуске привлек продукт кремовые румяна, потому что кремовые тени на мне вряд ли будут держаться, и такие оттенки вряд ли будут хорошо смотреться на моих глазах, а бальзамов у меня и так хватает. А вот кремовые румяна я так сначала вроде как пустила слюну, а потом поняла, что я не могу толком себе выбрать цвет на самом деле. Тот, который кажется холодно-розовым, называется нейтральным, и у меня есть стойкое ощущение, что на мне он бы выглядел персиковым. Поэтому я так что-то даже не особо возбудилась на эту тему. То есть сначала возбудилась, потом посмотрела, упаковка мне не очень, и цвета мне не очень, и заморачиваться с покупкой из Соединенных Штатов. Да ну его нафиг. Вообще мне нравится Селена Гомес, и я с интересом отношусь к этому бренду, но я в последнее время все меньше и меньше чувствую в себе готовность покупать косметику через посредника. Достаточно косметики, которая продается в Европе, на мой век хватит того, что я могу купить, не заморачиваясь с каким-то посредником, с переплатой, с растаможкой. То есть если даже уж мне надо платить растаможку, то хотя бы не надо платить посреднику, а просто заплатить за доставку. В общем, я поняла, что мне эти танцы с бубнами немножко надоели. Я сколько, три раза заказала из Штатов посылки, и сейчас четвертая придет, и я думаю, что, может быть, я на этом даже и остановлюсь, и больше не буду ничего заказывать вообще. Потому что, как я сказала, хватает у нас здесь косметики. Я найду, что купить. Можете оставить ваши кремовые румяна там за морем, я здесь найду, чего купить, в том числе и кремовые румяна. Еще один релиз, который успели объявить, запустить и распродать, это палетка в коллаборации Ангелики Ньюквист с Коллайдос. Я так понимаю, что вроде как 17 февраля планируется еще один ресток, но на данный момент эту палетку купить нельзя, а я только вам про нее рассказываю. Я очень люблю Ангелику, мне очень она нравится как блогер, и это редкий на самом деле бьюти-блогер, у которого я смотрю практически все видео. В большинстве случаев я смотрю только те видео, которые мне интересны по теме или интересны по продуктам, и смотрю всех своих подружек, российских, русскоязычных блогеров, которых я просто хочу поддержать с просмотром, лайком, комментарием. Их я стараюсь смотреть тоже все видео. Ну, если только что-то совсем типа, как ухаживать за сухими, светлыми, поврежденными, окрашенными, осветленными волосами, ну тогда я, скорее всего, смотреть не буду, потому что мне это ну совсем не в кассу. А вот так в большинстве случаев смотрю все подряд. И у Ангелики я тоже в основном смотрю, ну, 90%, наверное, видео. И эта палетка, это первый, наверное, раз, ну, нет, не первый, но крайне редкий случай, когда мне захотелось купить косметический продукт, просто чтобы поддержать его создателя, просто чтобы поддержать человека, который скараборировался с брендом. В предыдущий раз такое было, когда Виктория Беком выпустила свои помады, но там, по крайней мере, мне действительно понравился один цвет, и я все еще надеюсь, что я его куплю, когда он попадет все-таки в Европу. Но в данном случае палетка меня совершенно не интересует по цветам, опять же, ну не совершенно-совершенно, но в основном не интересует, потому что, во-первых, опять же, очень много синих и зеленых, я редко делаю макияжи в подобной гамме. Мне очень понравился нейтральный, растушевочный и вот такой затемняющий, пепельно-фиолетовый, но они на самом деле практически идентичны оттенкам, которые у меня есть в однушках матовым, из палетки Lime Crime Venus Excess Silver. Это была уже позапрошлогодняя, с 2019 на 2020 нового года, лимитка, и маленькие такие палеточки у Lime Crime были на 4 оттенка, и я себе купила, она мне, матовые мне в ней понравились, и поскольку мне не понравились шиммеры, я ее расковыряла, от шиммеров избавилась, а матовые с огромным удовольствием использую. И насколько я могу судить, они, если и не идентичны тем оттенкам, которые меня заинтересовали в палетке Kaléides, то очень-очень на них похожи, очень близкие. И персиковый дуохром, про который Ангелика сказала, что у нее в коллекции ничего подобного вообще нет, он абсолютно беспрецедентный, а у меня есть. У меня есть однушка, которая практически идентичная. Может быть, в ней меньше глиттера? Ну, сейчас покажу, давайте. Короче, вот у меня самонаборная палетка от Colourpop, и в ней есть вот эта вот однушка, даже видите, даже видно, как она дуохромит без свотча. Это однушка от Urban Decay в оттенке Fireball, и она вот так вот дуохромит из персикового в фиолетовый. Тот оттенок, который в палетке Kaléides, я так понимаю, более шиммерный, этот такой все-таки скорее сатин, но вы посмотрите, как он бликует фиолетовым, это вообще что-то, это потрясающий дуохром. Ну, есть еще одно но. Эта однушка, зараза, стоит почти как вся палетка Kaléides. А, ну нет, все-таки не очень похожа цена. Я, наверное, перепутала с шестерками Kaléides, которые, по-моему, по 24 бакса. А эта палетка, поскольку она на 15 оттенков, она стоит 45 долларов. Но все равно, однушка Urban Decay – это половина стоимости этой палетки. Ё-моё! Но говорить, что это беспрецедентный оттенок, нельзя, потому что, ну, блин. Ну, есть такие оттенки, я уверена, что даже у Ангелики в коллекции есть такие оттенки просто. И даже если нет конкретно вот абсолютно такого идентичного, то она могла бы... Вот этот вот цвет у нее, скорее всего, есть из Urban Decay, и она могла бы на него наслоить какой-то топпер и получить такой цвет. В общем, я не испытываю какого-то бешеного пиетета перед этими оттенками, и не вижу здесь ничего супер-гипер. Если бы я что-то покупала у Caledas, это были бы их шестерки. Futurism Pellets, по-моему, они называются. Потому что они мне нравятся и по формату, и потому что это компактные мини-палетки. И по цветовым историям, по логике, как выстроены оттенки, мне, в принципе, все эти... Не все мне палетки понравились по цвету, но они мне все показались очень логичными. Эта палетка, я не могу сказать, что она нелогичная, но просто, ну, вот как Энджи сама говорит, для меня это слишком большая. Просто для нее слишком большая это больше 15 оттенков, а для меня 15 оттенков это уже слишком большая. В общем, я за нее безумно рада. Я считаю, что она очень заслуживает эту коллаборацию, очень заслуживает весь хайп, и я вижу, что у нее сейчас стало резко расти количество подписчиков. Надеюсь, она скоро достигнет 100 тысяч. Давно ей пора уже преодолеть этот барьер. И, в общем, чрезвычайно за нее рада, но палетку я покупать не буду. Даже при всем, при том, что она мне нравится, и я бы хотела ее поддержать, но я ее поддержу там лайком, просмотром, комментарием, а палетку покупать не буду, потому что, ну, вот я вижу, она будет лежать, и это будет сентиментальная ценность, а я не хочу, чтобы у меня были сентиментальные ценности, которые имеют срок годности. Как говорим о коллаборациях, стали немножечко известны дополнительные подробности палетки Temptalis Sydney Grace. Точнее, оказалось, что это будет три палетки, и они будут называться Quintessence, On the Horizon и Radiant Reflection. И, как вы видите, будут составлять, из трех палеток будет составляться одно панно. Очень хитрый ход, потому что будет бить в самое сердце всех любителей коллекционировать косметику. Ну как же, невозможно взять одну палетку или две палетки, допустим, они же не будут составлять единое целое. Ну как же так? Так, я не знаю, посмотрим. Во-первых, мне непонятно еще. А нет, понятно, сколько в них будет оттенков. Блин, многовато. Двенадцать оттенков. Ну, может быть. Если будет классная цветовая история, может быть. Но совершенно точно я не буду брать три. Это просто вообще исключено. Исключено. При всей моей любви к формуле Sydney Grace, и при всем моем уважении к Temp Tali, три палетки за раз я покупать совершенно точно не буду. Посмотрим. Так, цветовая гамма на обложке мне нравится, но это же понятно, что маловероятно, что внутри всех трех палеток будет такая цветовая гамма, как на обложке. Иначе бы это было бы совсем скучно как-то. Хотя, может быть, если это будут три палетки в одной цветовой истории, но типа в духе современных трендов под три разных оттенка кожи, то есть типа для белоснежек, для средних и для темнокожих, то, может быть, они будут все... В общем, не знаю, что-то у меня какие-то... Меня понесло куда-то. В общем, интересно. Продолжаю следить за этим запуском. Буду вас информировать. Пока сложно что-то сказать. Обложки красивые. Еще один из моих любимых брендов, Pet Magrat, выпустила коллекцию к Дню Святого Валентина. В нее вошла, к сожалению, не новая десятка, а старая Divine Rose вторая, только ее снова выпустили в лимитированном розовом металлическом футляре. Я пока что хочу первую Divine Rose, но я уже что-то начинаю поглядывать и хотеть вторую, но пока я ее брать не буду. Сначала я все-таки возьму первую, а потом я буду думать, начинать мне хотеть вторую или не начинать. В общем, пока пропускаю. Четверка теней симпатичная, но какая-то слишком однообразная, на мой взгляд. Хотя бы какой-то цветовой акцентик бы дала Pet. Не знаю, какая-то скучная достаточно четверка, на мой взгляд, получилась. Хайлайтер совершенно точно для меня будет слишком темный. Практически все хайлайтеры, которые выпускаются в одном оттенке, для меня слишком темные. И, кстати, новый продукт появился. Жидкая матовая помада, но я пока пропущу. Вообще сложно планировать покупку продуктов для губ у Pet, когда у нее только недавно закончилась бешеная распродажа, когда чуть ли не с 70% скидкой она распродавала продукты для губ. Очень сложно сейчас хотеть купить за полную стоимость. Тем более, что мне еще даже не все мои покупки дошли от нее. В общем, этот запуск я пропускаю, но я не могу сказать, что он плохой. Просто я, конечно, ждала новую десятку. Я очень жду новую десятку. Хотелось бы, чтобы Pet выпустила что-нибудь классное, в большом формате, в моем самом любимом. И я бы тогда... Мне было бы к чему стремиться в жизни. Ужасно звучит. Нет. Конечно же, у меня есть что-то другое, кроме покупки новой палетки, к чему стремиться в жизни. Но я очень хочу увидеть в этом году хотя бы одну новую десятку от Pet. Прям хочу. Блогер Саманта Ревендейл запустила свой бренд, о чем она говорила уже некоторое время назад. Я так понимаю, пару лет уже ведется работа над этим брендом. Он называется Auric или Oric. И пока что в ассортименте два продукта. Продукт номер один называется Glow Last. И это описывается как Radiant Luminizer, то есть сияющий подсвечиватель, как-то масломасляное, который вы можете подмешивать в свой уход, или в тональное средство, или использовать как праймер, или добавлять в качестве кремового хайлайтера. Короче, это аналог Шарлотт Тилбери, Hollywood Flawless Filter. Если даже это не абсолютный дюб, в том смысле, что это не идентичные продукты, то идеология этого продукта такая же. Что неудивительно, потому что Саманта Ревендейл неоднократно признавалась в любви этому продукту от Шарлотт Тилбери. И вполне допускаю, что были у нее какие-то, может быть, вещи, которые ей не идеально нравились в этом продукте. Например, упаковка с фетровым аппликатором. И она их в своем продукте, соответственно, исправила. Ее этот люминайзер в банке с помпой, он в семи оттенках, но поскольку это что-то очень полупрозрачное и сияющее, то типа считается, что это достаточно инклюзивно, потому что Саманта тут в последнее время очень за инклюзивность тратует. Даже с брендом Hourglass разругалась на этой почве. И я смотрела видео самой Саманты, где она объявляла о запуске этого бренда. И парочку, по-моему, обзоров уже видела. Это, естественно, когда она заявляла о запуске своего бренда, она не проводила параллели с Шарлотт Тилбери и вообще не упоминала ни этот бренд, ни этот продукт, что как бы логично, кто же будет на запуске своего бренда признаваться, что это вдохновлено каким-то другим продуктом. Естественно, никто. Но обзор, который я вот прям сегодня, перед тем, как садиться снимать, пока красилась, я смотрела обзор на эту линию. И там девушка сказала, тоже Саманта, кстати, Саманта Марч сказала, что это совершенно разные продукты. У нее их два. И что, во-первых, у Орик более натуральное сияние, хотя я не знаю, куда уж более натуральное. Мне кажется, у Шарлотт Тилбери очень натуральное сияние. И, опять же, ей больше нравится упаковка. И вроде как очень хорошая стойкость у этого продукта. Вот у меня к Шарлотт Тилбери претензий, в принципе, два. Холливуд Флаллес Филтер. У меня довольно много было маленьких пробников. И сейчас вот такой вот от Левантик у меня есть. И я хорошо распробовала этот продукт. И все еще, честно говоря, не решила, хочу я его покупать или не хочу. Потому что на мне стойкость просто отвратительная. Через, наверное, 2-3 часа он впитывается и не остается как будто вообще ничего. Хотя первый момент, когда наносишь, очень красиво выглядит. Сегодня у меня не он. Сегодня у меня тоже, кстати, хайлайтер от Шарлотт Тилбери. Это Beauty Light Wand в оттенке Spotlight. Вот это классный хайлайтер, который сильно сияет, который долго держится. И при этом, если тоже натурально достаточно смотрится, но если хотеть его разжижить для такого совсем полупрозрачного состояния, то это тоже можно сделать. Но можно и наслоить вот до такого вот баба. Холливуд Флаллес Филтер и вот этот вот продукт от Орик, я так понимаю, наслоить до баба в любом случае не получится. Так что я не знаю. Это не супер универсальный продукт. Но если он хорошо держится, если он лучше держится, то может быть это и вариант. Ну и вторая моя претензия к Шарлотт Тилбери – это упаковка не только фетровый аппликатор, но еще и объем 30 мл. И тут надо сказать, что Шарлотт Тилбери выпустила миниатюру, по-моему, 15 или 10 мл этого средства. А у Саванты Ревендейл 35 мл. Она так сказала, что поскольку его можно использовать массой различных вариантов, я хотела, чтобы вам хватило его надолго. Она такая, мне не надо надолго, мне надо попробовать. Я буду покупать. Если это классная штука, я буду покупать и покупать и покупать. Но дайте мне возможность сначала попробовать в миниатюре какой-то. В общем, я не думаю, что я в ближайшее время кинусь эту штуку покупать. Хотя сам тип продукта мне интересен. Но заказывать, опять же, из-за границы. Я не знаю, какая у нее ситуация с международной доставкой, потому что сама Саманта живет в Канаде. Но у меня есть подозрение, что производство вполне возможно расположено в Соединенных Штатах. Так очень часто делают канадские блогеры. И я не уверена, что будет какая-то выгодная доставка и будет ли доставка вообще в Латвию. В общем, я пока что на паузу это ставлю. Но буду следить за обзорами и буду смотреть, что это такое, какие отзывы. И особенно мне, конечно, интересно сравнение с Шарлотт Тилбери. Когда-нибудь кто-нибудь наверняка сравнит их два рядом. И тогда вот я на это дело посмотрю. И второй продукт в этой линии – это двушки кремовые тени и пудровые тени. По аналогии с двушками Том Форд, там абсолютно такая же ситуация. Здесь только три оттенка. И должна сказать, что тут оттенки интереснее, чем у Том Форд. Я у Том Форд поглядывала на этот продукт, но так ничего и не смогла себе выбрать. А тут мне даже все три на самом деле нравятся. Один такой, немножко как тепленький или розовое золото. Второй такой серебро, но с такой тоже теплинкой тауповой. И третий такой холодный, тауповый, серо-коричневый. Все три оттенка мне прям нравятся. Что удивительно. Обычно на Западе все делается такое рыжее, такое желтое, что мне не нравится ничего. А тут прям оттенки классные. Но справедливым остается все то, что я говорила по поводу доставки из Северной Америки. И тут меня на самом деле еще смущает стойкость. Потому что на моих глазах все так плохо держится, что я побаиваюсь покупать кремовый новый продукт для глаз. Хотя я только что заказала палетку кремовую теней от Роэн. Но она была на Культ Бьюти, на нее была скидка 15%. А тут я не знаю. В общем, пока что я вряд ли буду связываться с доставкой этого бренда из Северной Америки. Но вообще мне интересно. Мне понравился запуск. То, что я покупать пока что ничего не планирую, это ни о чем не говорит. Вообще, респект и уважуха, конечно. Кстати, у Бека вышел тоже похожий продукт. Вот, может быть, даже я его быстрее куплю. Потому что он называется Light Shifter Dewy Tint. Тонированный увлажняющий крем с подсвечивающим эффектом и придающий сияние. То есть, по сути, то же самое. Те же яйца, только в профиль. И упаковка. Тюбик с тонким носиком. Мой самый любимый тип упаковки. И Бека это что-то, что я хотя бы теоретически со временем смогу посвочить живьем. Когда-нибудь границы все-таки откроются. И я совершу набег на польскую сифору или на российскую сифору. Я уж не знаю, на какую быстрее получится. И, возможно, к этому времени там уже будет этот продукт. И тогда я смогу хотя бы посвочить. А если дело будет в польской сифоре, возможно, мне даже от Ливан удастся выцеганить. Потому что там к этому как-то попроще относятся, чем у нас тут. И, в общем, да. Вот больше шансов, честно говоря, больше всего шансов пока что у Беки. Собственно, я даже, наверное, не буду связываться пока с покупкой Hollywood Flawless Filter. В миниатюре от Charlotte Tilbury. Потому что, может быть, все-таки эта Бека будет альтернативой только в более комфортной для меня упаковке. Кстати, сколько у него объем? Сколько у него объем не написано. Но я почему-то думаю, что 30 миллилитров. Да, я правильно думаю. Пришлось глубоко зарыться прямо к ним на сайт. Но действительно 30 миллилитров. Тюбик с тонким носиком – это прям сказка. И последняя в сегодняшнем списке обновка, но не последняя по важности, а наоборот, наверное, самая первая, самая важная – это коллекция «Ко дню Святого Валентина» от Наташа Денона. В нее входит миниатюрная палетка «Мини Лав», двушка кремовый румяна и хайлайтер. Хайлайтер, насколько я поняла, пудровый. И новый оттенок нюдовой помады из линейки «I Need a Nude». И эта палетка впервые Наташа Денона сделала что-то, как будто специально для меня. Впервые мне безоговорочно, безапелляционно понравилась ее палетка теней. Не один-два оттенка, а все оттенки. Но, может быть, вот крайний правый немножко слишком ядреный такой розовый. Может быть, хотя неизвестно, как он будет в реальности и на моей внешности смотреться. Но вообще мне палетка очень нравится. Настолько нравится, что у меня уже свербит, у меня уже шило в одном месте. И я уже бегаю по сайтам и ищу, везде подписываюсь на уведомления, где она быстрее появится. И пытаюсь понять, сейчас у нас с этим Brexit дурацким с 1 января окончательный Brexit, окончательно разорванные все экономические связи между Евросоюзом и Великобританией. И сейчас непонятно, будет растаможка или не будет, появится она или не появится. И также я понимаю, что есть какие-то проблемы с доставкой из интернет-магазинов. По крайней мере, ничего, что я с декабря заказывала на британских сайтов, до меня еще не доехало. Одну посылку мне уже вернули даже за нее деньги с Philunica. И совершенно очевидно, что ее потеряли, потому что она больше месяца уже идет. С Look Fantastic до меня посылка не доехала, с Cult Beauty до меня посылка не доехала. Но их я справедливости ради сделала эти заказы не так давно, еще все в рамках разумного пока что. Но пока я не получу хотя бы один какой-то нормальный заказ с одного сайта, я не понимаю вообще, какая у нас ситуация сейчас с британскими сайтами. Ну вроде как растаможки быть не должно, но вроде как с другой стороны по логике должна. В общем, не знаю. Может быть придется заказывать с Beautylish, что не очень хорошо, потому что оттуда посылки идут очень долго. В общем, эту мини-палеточку я буду брать совершенно точно, однозначно, без вообще каких-либо вопросов. Это прям мое-мое. Пыльно-розовый растушевочный оттенок и баклажановый для затемнения. Это же просто сказка. Мне даже сияшки не так важны, как эти два матовых. Они меня просто пленили. Ну и сияшки тоже красиво выглядят. Я говорю, единственное, у меня сомнения небольшие вызывает этот крайний ярко-розовый, но вполне может быть, что и он будет смотреться очень хорошо. Если он, допустим, будет полупрозрачный какой-то, то никаких проблем. На свотче он, конечно, выглядит слишком ядреным и немножко даже выбивается из свотчей. Хотя он очень хорошо координируется с самой палеткой, с дизайном самой палетки. В общем, я в восторге. Буду брать, несмотря на то, что я все еще не подружилась окончательно с формулой Наташи Денона. У меня лежит мини-ретро, и у меня к ней совершенно не тянется рука. Я только первые впечатления сделала на нее, и она мне не понравилась по первым впечатлениям. И рядом лежит глэм, и тоже я не могу сказать, что я от нее в бешеном восторге, но эту я 100 баллов буду брать. Просто вот железно. Румяна меня не интересует, и помаду нюдовую я совершенно точно не рискну покупать без затеста в магазине. Когда-нибудь, когда, опять же, откроются границы, и я попаду в какую-нибудь сифору, где будут, возможно, эти помады живьем, я обязательно посвотчу что-то из этой линейки. Есть там парочка оттенков, которые меня интересуют, и, может быть, тогда что-то куплю. Но нюд для моего цветотипа специфического, сильно холодного и очень бледного нюд покупать без свотчей, это очень опасно, потому что я ни на кого не могу ориентироваться. По крайней мере, я еще не нашла ни одного блогера, которого бы я сказала, что если на нем это выглядит так, то на мне это тоже будет выглядеть вот так или там хорошо. Поэтому пока что одно дело красный, если написано, что это холодный красный, то это действительно будет холодный красный. А под нюдом все подразумевают что-то свое, и совершенно непредсказуемо, как это будет смотреться на мне. Ну и румяна с хайлайтером меня не интересует от слова совсем. Во-первых, хайлайтер, скорее всего, для меня, опять же, слишком темный. Так, по крайней мере, выглядит на свотчах. И румяна, не знаю, какой-то цвет, то ли не до персик, не до розовый, какой-то странный немножко. Я не уверена. Может быть, опять же, если бы я увидела вживую, то мне бы ее захотелось. Но так вот по промо-фото, нет, ничего у меня не екнуло. И я, опять же, наверное, редкий человек, но мне вот эти вот блестяшки в крышке, в жидкости плавающей, не кажутся чем-то эстетически дико привлекательным. Для меня это такая немножко дешевка, откровенно говоря. Простите меня те, кому это нравится, но вот у меня вот так вот. Если вам было интересно, чем я таким накрашена, то я смотрела интервью Наталины с Катей Новик, и очень мне понравилось сочетание оранжевых смоки с оранжевой майкой. И так классно, на самом деле, выделила у Наталины голубые глаза, что я захотела тоже сделать такой макияж. Хоть у меня глаза и не голубые, но я подумала, может, мои глаза это тоже выделят. В общем, я вспомнила, что у меня есть такая оранжевая майка. И тут ко мне приехала вот эта палетка мини-брейкер от Джеффри Стар. Как раз-таки мой заказ с Бьюти Лишь. Я ее купила по очень хорошей скидке. Она так стоит, по-моему, 29, а я ее купила за 19 долларов. Ну, плюс растаможка и доставка... А, нет, доставка была бесплатная, плюс растаможка 21%. В общем, у меня вот этот оттенок на все века нанесен. И такая небольшая стрелочка нарисована вот этим оттенком. Слушайте, так понравилась мне эта палетка вообще. Я, кстати, на нее сняла первые впечатления. И они выйдут в воскресенье в закрытом доступе специально для спонсоров. Но могу вам сразу уже сказать, что мне очень понравилось качество теней. Я сама не ожидала. Вроде бы это пигменты должны быть. И они, по идее, должны плохо тушеваться. И их надо набивать. Но они отлично тушуются. И отлично набиваются. И вообще, просто сказка. Мне очень понравилось работать с этой палеткой. На удивление даже. На данный момент я не попробовала вот эти два желтых. Ну и этот бежевый. Я так себе стрелочку нарисовать это не попробовать. То есть три оттенка мне еще осталось попробовать. Но, в принципе, пока что прям вау. Прям оправдан весь хайп по поводу теней Джеффри Стар. Мне показался. Даже не то, чтобы у них была гиперпигментация. Но при хорошей пигментации, выше средней, с ними удивительно просто оказалось работать. Мне понравилась пока что формула Джеффри Стар больше, чем Наташа Денона. Честно вам скажу. А это значит, что я начинаю постепенно хотеть и подбираться к большой Джоу Брейкер. Но, конечно же, я тоже буду пытаться отловить ее на скидках. Надеюсь, у меня это получится. Потому что если там все в такой формуле, то я хочу. Единственное, конечно, что великовато для меня, я сказала, что девятки. И то, если компактные. Это нифига не компактная девятка. Ну и, в принципе, скорее всего, я буду ее расковыривать через какое-то время. И раскладывать это дело по однушкам. Потому что я не считаю, что это цветовая история. То есть, ну да, розово-фиолетовый макияж у меня здесь получается полноценный. Вот оранжевые смоки у меня здесь получились полноценные. Но, в целом, я не считаю это какой-то логичной цветовой историей. Поэтому, скорее всего, она будет разобрана и отправится в мои магнитные палетки с однушками. Я знаю, что рефилы у Джеффри Стар совершенно точно магнитные. И на губах у меня вот этот бальзам от Бека в оттенке... Все время забываю. Суэл. Все время мне свинг хочется назвать. Суэл называется. Тонированный бальзам нежно-розовый. Прекрасный. 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 Обязательно войдет в мои фавориты за зиму. Балдею от него. Очень такой питательный, очень красивый, нежный вид. Конечно, не стойкий. Тут не о чем говорить. Это бальзам. Это даже не бальзамная помада, это тонированный бальзам. Но я от него в восторге. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, показалось интересным, то не забудьте поставить мне лайк. Подписывайтесь, конечно же, на канал, чтобы не пропустить новые мои видосики. А если сейчас еще что-то хотите интересное посмотреть, то YouTube вам предложит на выбор 2 других моих видео. А мы с вами скоро увидимся. Пока.